В Ростуризме открыта горячая линия для клиентов фирмы Нева. Туроператор сегодня заявил, что приостанавливает работу и возвращает документы туристам. Правда, сейчас за границей уже несколько тысяч человек. Общая сумма страховых выплат может превысить 75 миллионов рублей. С подробностями Павел Мельник. Там, где недавно красовалась вывеска одного из старейших туроператоров России, сегодня тревожное объявление. На пике туристического сезона компания Нева замораживает свою деятельность. Клиентам предлагается самостоятельно добиваться компенсаций у страховщиков. В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта, зао фирмы Нева вынуждена объявить о приостановке своей деятельности. Известно, что у Невы за рубежом сейчас около 6 тысяч отпускников. Еще 20 тысяч россиян должны вылететь на курорты в ближайшее время. Ростуризм сомневается, что Нева все-таки успела оплатить эти путевки. Туроператор, в свою очередь, спешит успокоить. Те туристы, которые находятся у нас на сегодняшний день за рубежом, будут доставлены на родину. С ними ничего не произойдет. Работа с авиакомпаниями и компаниями, занимающимися наземным обслуживанием, ведется. И никаких ЧП не будет. Как видно по этим кадрам, на клиентов заверения генерального директора не подействовали. Петербуржцы, которые еще не успели уехать, пытаются забрать свои деньги обратно. Безрезультатно. Офисы Невы встречают людей с закрытыми дверями. А сейчас не дозвониться ни по одному телефону. Вот будем пробовать сейчас по этому номеру звонить, что дальше делать пока неизвестно. Собираюсь в Черногорию. Сумма не очень большая, но все относительно в этом мире. 50 с небольшим тысяч на двоих. А дали много. 300 с чем-то тысяч, потому что у нас четверо едут. Я еще не знаю, что. Я хочу, конечно, вернуть деньги, что остается. В числе тех, кого новость застала уже на отдыхе, Владимир Плешко. Его номер в греческом отеле оказался не оплачен. Это выяснилось только на месте. Москвич ведет свои подсчеты. Порядка 50 семей, которые прилетели на остров Кос по путевке Невы, оказались без крыши над головой. Люди, которые оказались в такой же ситуации. Здесь порядка 15 человек. Именно вот в этом отеле. Люди без денег совершенно не знают, как им поступить и что им делать дальше. Никакой помощи оказано не было. На другом берегу, Турецком, в заложниках у ситуации еще несколько десятков человек. Владимир Ищенко заблаговременно оплатил все расходы туроператору наличными. Однако гостиница от таких постояльцев отказывается. Только в этом отеле говорилось, что где-то семьи, наверное, 3-4. Проферму Невалу явила себя банкротом. Они говорят, что все хорошо, все отлично. Мы деньги отправили. Греческая сторона должна получиться дня на день. По информации на официальном сайте, туроператор застрахован на сумму в 450 миллионов рублей. Как показывает опыт последних дней, до туристов, которые уже отправились на отдых, эти деньги дойти никак не могут. Эксперты едины во мнении, компенсации на всех не хватит. Капитал страховщика на конец прошлого года почти в три раза меньше требуемой суммы. Павел Мельник, Вести.